Друзья, всем няу и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас короткое, но думаю весьма полезное видео как для мастеров, так и для клиентов. Да и вообще мой канал будет полезен всем, кто интересуется ногтевым сервисом, поэтому обязательно подпишись и поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные и интересные видео. Мы с вами можем наблюдать очень хороший пример того, почему же нельзя перенашивать покрытие на ногах дольше трех недель, ну максимум четырех. От слойка практически на весь ноготь это меньше из зол и моей модели очень повезло, что под этой от слойкой не начала зарождаться новая цивилизация. Однако на втором ногте все немного хуже, ведь присутствуют болезненные ощущения. После снятия покрытия мы обнаружили небольшой кровоподтек и анихолизис. Возможно было излишнее давление или самое банальное удар. Но тут ситуация оказалась куда интереснее, ведь анихолизис находится с внутренней стороны. И при этом мы обнаружили не просто остатки подногтевого содержимого, а самую настоящую здоровенную подногтевую мозоль, которая настолько плотно спрессовалась, что спровоцировала анихолизис. Если такую мозоль не удается достать сразу с корнем, лучше ее просто срезать кусачками и доработать фрезой. Так как вытаскивать их с корнем может быть очень болезненно, и чем больше и глубже мозоль, тем больнее ее будет доставать. После обработки ставлю подобие тампонады и пропитываю ее сывороткой от анихолизиса. Полное название сыворотки будет в описании. Тут ногти совершенно не склонны к врастанию. Просто мне нужно, чтобы большая часть сыворотки смогла впитаться в ногтевую пластину и ложе в течение дня. Поэтому я ставлю своего рода однодневную тампонаду. Уже за кадром в завершении процедуры я, конечно же, закрыла тампонаду дышащей повязкой, чтобы в течение дня она никуда не делась и не испачкала носочки моей модели. На этом у меня сегодня все. Если видео было для вас полезным или интересным, ставьте лайк или оставляйте любой комментарий. Мне будет очень приятно. С вами была Виктория. До встречи в новых видео. Пока-пока.